здравствуйте друзья у нас сегодня суббота и через полчасика начнется трансляция прямая со светланы к а у нас в это время гости из хьюстона из чехаса представляетесь аня и костя какими судьбами вы тут у нас навести друзей повидать вас так можно сказать поменяли ход немножко нашей жизни вы давно вы в америке конца четырнадцатого года но это то есть мы на вас повлияли после после то есть вы приехали без нас а то говорят что я тут народ поощряли к миграции можно сказать мы приехали в этой каске вы сняли с нас каску в общем я работал в каске была инженером работал строителем я работал на офшоре в нефтегазовом сервисе вы там то где жили а до хьюстона то вы где жили это еще одна долгая история в разных городах в каске выходили там или в хьюстоне и в россии и потом меня перевели то есть вы такой бурильщик мы в общем экспаты переведенные сюда так и так стала вся эта индустрия падать коллапсировать так и стал вопрос надо искать новую работу встал вопрос полтора года назад нет буквально четыре месяца полгода назад на канал смотрели давно и нашли собственно позицию куэ инженера так вы оба что ли я нет я нашли позицию куэ инженера в собственной же компании я читаю требования так там такие требования а костя мне говорит ты что михаила портнова не слушала если такие требования написать это еще не значит они хотели куэ инженера а требования как сеньор программист по деньгам все на самом деле сколько платит важно но на самом деле это не рыночная зарплата внутри компании короче взяли вас тестером баг репорты пишем тест кейсы пишем так вы тестер да я не говорю что я не тестер все автоматизацию учат меня взяли на автоматизацию сразу слушайте так образование у вас такое бурильное у меня мастер цикле oil and gas инженерии понял понял в чем плюс так как я внутри компании мы софт разрабатываем для oil and gas да то есть у меня очень вы совместили да давайте давайте мы с каской разберемся да в общем ходила я в каске так анна на не написано прямо анна шлумбергер ходила в каске вот так вот еще в кавероле это у меня куча было всего так в общем касочку теперь каска что в наш музей теперь каска идет ваш музей я здесь она на мою голову залезет да она регулируется размер регулируется да если поедете на офшор зацепите ветром так ну давайте так тогда вы держите камеру вот а я буду мерить каску еще и с кепочкой подождите вы мне будете помогать с каской вот так много всего да это чтобы если она у вас упадет это чтобы амортизатор чтобы если вам только поровнее сделайте так поверните чуть чуть налево а вот да вот так теперь если ветер вам нужно вот так прицепить к другу уйти вы можете себя вот так хлопнуть и ощутить я прям как партизан какой-то да так дальше дам еще кепка а это с бурового корабля я работала на буровых кораблях у каждого корабля есть свой логотип то есть это знаете корабль назывался асгар а сейчас диска совсем плохо сработает в нефтянке да да коллапс это клигия шеврон на которого я работала шеврон форевер да и транс ошен это наша сам французская компания можно сказать собственно когда ездишь на Барбан тебе дают всякие презентики когда ты в нефтянке и ты в этой как у них в Харькове в comfort zone и можно вот так растопываться вот и все а когда нет тестируем софт и очень довольна так давайте знаете что сделаем давайте так я буду в этой штуке а вы одеваете шлем я могу одеть шлем так вот вместе так идите сюда все вот мы значит это маленькая такая это хорошо а то знаете вот мне тут одна говорит я тебе сейчас подругу пришлю она говорит 2 метра ростом из которых полтора ноги и ходит она в таких коротких шортиках я говорю у нас учиться никто не сможет да это мало быть красивой так давайте я вас в камеру заберу иногда даже много так подойдите а супруг у нас чем занимается я тоже в нефтянке работаю но я уже как бы из нефтянки начал потихонечку двигаться еще в россии я перешел в оперейтинг суппорт центр это поддержка именно операций по бурению а здесь я занимаюсь меня перевели разработкой тулов для бурения ну приборов это прибор это короче электронные да электронные механические ну то есть это как бы высокотехнологичные такие девайсы то есть я в частности за эксперт по навигации да вы что ну то есть в случае чего можно тоже в тестер да причем он еще умеет программировать он помогает да ребятам что-нибудь скажите там которые нас смотрят на нефтянку не надейтесь на нефтянку не надеемся меняем профессию это не страшно это весело и познавательно и особенно если когда на стыке двух профессий работаешь это уже ну все таки вот так с вашей перспективы сколько должен стоить баррель то чтобы так все нормально было это нет это ну это опять достаточно сложный разговор но я мое мнение что стоимость барреля будет определяться себестоимостью добычи сванцевой нефти потому что у них у сванцевой у них есть именно ресурс для быстрого наращивания и быстрого спада да то есть потому что сванцевые скважины очень быстро истощаются это за первый год 70 процентов дебита то есть притока нефти она теряет поэтому ну то есть вот когда она выйдет ну себестоимость она очень сильно разная от месторождения ну я не знаю она может быть где-то в районе 60 но в районе 60 долларов но пока это сбалансируется мое личное мнение сейчас нефть 50 стоит да она скорее всего еще сходит на 20 ну говорят что если 50 то в целом мы выживаем то есть скажем американская сланцевая нефть выживает на 50 они говорят что они уже снизили свои расходы настолько что 50 они живут это миф сколько надо то я как бы вот именно в плане там мы не занимаемся себестоимостью добычи не считаем но то есть у них но я общался когда был на тренинге я общался как раз с ванцевыми буровиками то есть у них только себестоимость подъема 30 баррелей это лифтинг без учета 30 долларов за баррель да это когда уже ты уже все разработал у тебя уже все стоит просто качаешь 30 долларов а с учетом бурения ну то есть они там не называли но я думаю это где-то ну 50-60 наверное ну хорошо просто когда это все начиналось пару лет назад говорили что меньше 80 нельзя а сейчас у них там как-то они поджались и говорят что уже 50 нормально ну то есть это это во-первых зависит от месторождения конечно есть месторождения где 20 долларов есть месторождения где может быть 100 долларов но просто такой показатель например что сейчас бурение на лэнде США упало на 80% в 5 раз новых скважин да то есть количество буровых станков чтобы хотя бы поддерживать добычу надо постоянно бурить точно сколько должно быть скважин никто не знает даже сами ну это же идея же в том что оно за счет того что меньше вкладывают денег соответственно будет станет меньше нефти соответственно вырастет в цене это то что саудовцы хотели сделать да вся идея в этом была да саудовцы именно хотели задавить по исландцам нефти да в принципе им это получилось но но это как бы сейчас бьет они сейчас саудовцы у нас работает коллега там в эмиратах они наращивают бурение они пытаются наращивать добычу потому что нефть упала в цене чтобы бюджет поддерживать страны надо больше нефти ну и просто чтобы задать но сейчас у них там тоже начинаются проблемы финансовые и компании которые там занимаются они тоже начинают сокращать персонал насколько я знаю в России тоже бурят очень активно в России в России по объему вообще не просело то есть оно просело невыгодно для иностранных компаний потому что два раза курс доллара вырос а затраты в долларах а прибыль в рублях из-за этого не выгодно но по объему сейчас в России как бы в России минимально от этого я имею ввиду само бурение пострадало нет ну естественно для того чтобы деньги зарабатывать надо теперь больше бурить больше добывать и больше там все это продавать конечно ну что же хорошо ладно мы такой экскурс в нефтяные дела давайте мы переключимся на нашу трансляцию